Всем привет, други! Итак, сегодня интересная и важная тема, которая волнует многих, но мало кто задумывается над тем, как это работает. В общем, все знают, что, например, собаки чувствуют страх или уверенность человека. Точно так же их чувствуют многие хищники. Крокодилы не исключение, однако часто этому факту приписывают какие-то мифические свойства. Мол, животное чувствует ауру или животное каким-то образом читает мысли и так далее и тому подобное. Но на деле все гораздо проще, хотя от этого не менее интересно. Не секрет, что в животном мире огромное значение имеет умение оценить противника, понять, что за объект и таким образом разработать тактику для атаки на него. Многие животные идут в атаку, руководствуясь размерами оппонента, а также жизненным опытом. Если медведь уже сталкивался с оленем, ему нет необходимости особо анализировать противника, потому что он уже в курсе, что олень из себя представляет. Но если противник новый, стоит задуматься. Практически в любом более или менее сложном организме присутствуют такие замечательные вещества, как гормоны. Гормоны – это биологически активные вещества, которые вырабатываются в специальных клетках желез внутренней секреции. Они, выделяясь в кровь, находят нужные клетки-мишени и регулируют их физиологические функции и обмен веществ. В теле человека вырабатывается гигантское количество разных гормонов, которые отвечают за работу органов, а также за физиологическое состояние, настроение, даже форму и состояние самого тела. Например, при нарушении гормонального фона человек может впасть в депрессию или, например, начать толстеть. Но нас в данном случае интересуют два гормона, которые связаны с нашей сегодняшней темой. Первый гормон – это адреналин, так называемый гормон страха. Он вырабатывается у человека в стрессовых ситуациях и отвечает за мобилизацию организма при какой-либо опасности. При встрече с крокодилом нормальный, адекватный человек испытывает стресс, и его организм выбрасывает в кровь огромное количество адреналина. Другой гормон, который имеет значение – это норадреналин, который называют гормоном ярости. При его выделении человек ощущает злость, ярость, вседозволенность. Такое состояние похоже на боевую эйфорию воина, который чувствует близкий триумф. И хотя эти два гормона тесно связаны, выделяются в одном органе и синтезируются друг из друга, они имеют разный эффект. Извиняюсь за долгое вступление, но нам необходимо знать, как это работает. Итак, при выделении одного из этих гормонов активизируются потовые железы и начинается обильное потоотделение. Пот содержит в себе запах этого гормона и хищник его чувствует. В случае с адреналином хищник понимает, что жертва боится и начинает ее преследовать, ибо чувствует свое превосходство. В случае с норадреналином ситуация ровно противоположная. Крокодил, медведь, кошка ощущает уверенность и готовность человека, либо собственного сородича, доказывает свою силу и либо убегает, либо подчиняется. Хотя, конечно, может и вступить в схватку, если также в себе уверен. У крокодилов отличное обоняние, которое позволяет ощущать добычу за сотни метров. Этот факт был проверен маной лично. В связи с чем, очень хорошо чувствует состояние человека. Что предпримет конкретная особь, когда учует состояние, это уже отдельный вопрос. Но факт остается фактом. Крокодил чувствует ваш страх. Можно подумать, что достаточно перестать бояться и как следует разослиться, и тогда крокодил станет тебе подчиняться. Нет. Важно вообще не испытывать никаких эмоций. Когда я захожу в бассейн, я не боюсь и не злюсь. Поэтому мое состояние уловить гораздо сложнее. И оно не провоцирует животное. Не заставляет его принюхиваться ко мне и решать, что со мной делать. Именно поэтому, как видите на кадрах, все происходит довольно тихо и мирно. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, и хотя он получился крайне занудным. Чтобы понять, как работает эта система, без таких уточнений не обойтись. Подписывайтесь и обязательно ставьте лайки. Напишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели следующий выпуск. С вами был Крок Хрониклз. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok